Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я очень-очень рада, что видео про сочетание цветов, когда я на примере витрин показала, как можно хорошо и красиво сочетать принты, а также цвета, комбинируя свою собственную одежду, оно понравилось. И в этом видео я расскажу, наглядно покажу на конкретных образах, почему нужно уделять должное внимание пропорциям в нашем ансамбле. В ансамбле одежды прежде всего мы посмотрим, почему удлиненное пальто смотрится хорошо, когда они смотрятся особенно хорошо, почему пальто до середины бедра может смотреться хорошо, а может не очень хорошо смотреться, и что с этим можно сделать, как можно скорректировать наш ансамбль, как можно составить красивый комплект из того, что мы имеем прежде всего. Представляю вашему вниманию первую витрину. Она очень интересна тем, что здесь прямо-таки все три образа закомпонованы по принципу правильных пропорций. Вообще, что такое пропорции в нашем случае? Пропорции никогда не должны быть равны между собой. Посмотрите, удлиненные брюки укорочены вверх относительно брюк. Средний образ, средний манекен, оба слоя одежды удлиненные относительно друг друга, они равны. А в третьем образе мы видим одинаковые пропорции между пальто и брюками. Но, внимание, это те образы, которые нужно носить всегда расстегнутыми. И вот, пожалуйста, вам помочь другое правило. Если пропорции в одежде между собой равны, то есть ваша нижняя часть, которая может быть представлена брюками, юбкой, либо подолом платья, равна вашей верхней части, всегда носите такую одежду, такой комплект точнее, расстегнутым. И конкретно этот случай, этот образ представляет собой очень-очень интересное сочетание двух правил. Здесь нижняя часть, представленная тельняшкой, не равна нижней части с брюками, но поверх надето расстегнутое пальто. Имейте в виду, что расстегнутая одежда, верхняя, либо расстегнутый верхний трикотаж, это всегда очень красиво. На этой витрине крайний правый образ имеет равные пропорции. Брюки равны, наверное, кардигану сверху. Но посмотрите, как можно интересно перебить пропорции ремнем. Такой же способ работает, если ремень мы надеваем под кардиган, как в данном случае, либо под пиджак, под жакет. Включила эту витрину, как пример того, что саму себя не продаст. Эта витрина, безусловно, оформлена по этим правилам. Посмотрите на эту сеньору. Пропорции верхней одежды, в данном случае шубы, равны пропорциям брюк. По длине мы сравниваем. А этот образ закомпонован иначе. Здесь брюки занимают меньшую часть образа и компоновки относительно пальто. Посмотрите, насколько более выигрышно смотрится такая компоновка. Вот еще один пример, когда брюки значительно меньше по своим пропорциям, чем верхняя часть, в данном случае укороченное пальто. И это тоже пример такой компоновки. Брюк несколько больше, чем куртки. Но здесь также очень интересно использовано правило игры длины. Этому правилу я посвящу отдельное видео. Здесь мы также видим укороченную верхнюю часть относительно удлиненной нижней части. Это всегда смотрится красиво. Мне очень понравилась эта витрина. Она бликует, но я надеюсь, что вы сможете рассмотреть. Это пример того, когда по сути одинаковые образы. Здесь используются две одинаковые пары брюк. Абсолютно одинаковая длина у брюк. Они одинаково коротко подвернуты. Но посмотрите, в левом случае мы имеем укороченную верхнюю часть. А в правом случае удлиненную. И в левом случае имеет место также игра длин. Посмотрите, насколько лучше смотрится левый образ. Повторюсь, одна и та же длина брюк, одни и те же брюки. И, скажем так, одна и та же худоба у обоих манекенов. Укороченный левый верх, чуть-чуть все-таки удлиненный. Правый верх на правом манекене. Брюки, как вы видите, абсолютно одинаковые. Еще один пример. Перебивки силуэта, перебивки длины. Здесь высота, скажем так, пуховика равна высоте брюк. Но при помощи пояса, при помощи ремня, всегда эту проблему можно решить. В который раз хочу показать вам шапки. Не просто шапки с помпонами. Но это также шапка, расшитая бисером. Эта шапка Монклер стоит она очень-очень недешево. Еще один пример, но практически одинаковых образов. Потому что брюки одной и той же фирмы. И брюки, как вы видите, примерно одной и той же ширины одного и того же силуэта. Посмотрите, насколько более комплиментарен даже для худого манекена правый вариант компоновки одежды. Правый ансамбль. Вверх укорочен относительно брюк. Посмотрите. С одной стороны совершенно правильно был оставлен чуть-чуть расстегнутым низ пуховика. Но если пуховик застегнут в данной компоновке, так будет смотреться гораздо лучше. Пуховик станет относительно брюк гораздо-гораздо большим, скажем так, по пропорциям. Не могу не обратить внимание снова на уги. Также на носки с люрексом. И на плотные черные колготки. Если вы задумываетесь о покупке уг, то, наверное, самые комплиментарные, как я люблю говорить, это слово мне очень нравится, самые выигрышные для ансамбля, это укороченные уги. У меня таких нет. Собираюсь себе купить. Здесь носки не просто с люрексом, носки также ажурные, но снова шапка, та же самая, только в другом цвете. Здесь отчетливо видны бусины, стеклярус и чуть-чуть, но все-таки видно, меховой помпон. Данный образ с красным пуховиком тоже построен на игре пропорции. Мы видим, что пропорции пуховика, его размер относительно юбки, они гораздо-гораздо больше. И здесь, кстати, используется также правило замыкания образа. Черная шапка здесь не случайно, потому что имеет место черная обувь, а также черные плотные колготки. Возможно, на камеру не очень видно, но все-таки вот такая юбка, дутая, пуховая, это тем не менее юбка, а не продолжение пуховика. Что ж, сейчас мы снова увидим сумки. Наконец-то я точно знаю, могу вам показать бренд Zanelato. Эти сумки пользуются огромной популярностью у итальянок. Они есть в разных размерах, в разных исполнениях и с разной фурнитурой. Если вам интересно, зайдите на сайт и посмотрите. Эти ансамбли, к сожалению, очень плохо видно, я не буду их обсуждать, но обратите, пожалуйста, внимание, что кроссбэк как раз-таки так же, как и ремень, является способом перебить пропорции. Именно поэтому кроссбэки так хорошо смотрятся, насколько я заметила и поняла, снимая свой собственный стрит-стайл. А вот и блузка, о которой я говорила, бант. Мне кажется, он даже неумело завязан, не очень аккуратно и не очень красиво. Вот такие банты могут красиво смотреться на витринах, но тем не менее, когда мы носим, создается ощущение, что что-то лишнее имеется. Левый образ мне не нравится, хотя здесь тоже имеет место использование пропорций. Жакет укорочен относительно брюк, а правый образ прекрасен. И хочу обратить ваше внимание, здесь все просто не больше трех цветов, но вот это водолазка, либо, как в данном случае, тонкий джемпер под белую рубашку. Это очень красиво, очень функционально. Этот образ я уже показывала с юбкой. Здесь тоже игра пропорций. Здесь имеется удлиненный силуэт юбки и укороченный верх, потому что верх заправлен. Но на самом деле здесь также используется компоновка не более трех цветов. Эти образы я также уже показывала. И здесь совершенно очевидно для меня, для многих зрительниц, кто посмотрел видео, правили не больше трех цветов в одном ансамбле, что да, здесь имеет место не более трех цветов в одном ансамбле. Но интересно также, что все пропорции здесь равны. Верхняя часть равна нижней части. Но посмотрите, как можно исправить такую ситуацию. При помощи игры длины. Игра длины создается за счет рубашек, блуза, которые может быть видно из-под джемпера, либо из-под верхней одежды, а также при помощи самых обычных шарфов, палантинов, а также шейных платков. Как в данном случае на манекене в правом, где имеет место красный шарф, на красное пальто, а также рубашка. Очень-очень хорошо представлена игра длины, которая может перебить пропорции, так же, как и кроссбэк, так же, как и пояс-ремень. Игра длины в идеале должна быть вот такой, как на этой сеньоре, то есть примерно ширина ладони. Посмотрите на этот образ. Эту девушку мы часто видим с ее мамой. Она гуляет с ребенком. Ее пропорции между верхней и нижней частью практически одинаковы. Конечно же, я имею в виду пропорции одежды, но брюки слегка-слегка все-таки более длинные. Она сейчас наклонилась, поэтому пропорции кажутся одинаковыми. Но здесь важно другое. Важно то, что этот образ с расстегнутым верхом. Посмотрите, здесь тоже очень хорошо представлена игра пропорций. Очень укороченный верх относительно удлиненного низа, относительно юбки. Здесь, кстати, также используется правило замыкания образа. Черная обувь и черный верх. Очень удачно, очень-очень красиво. Не более трех цветов, конечно же. И яркий аксессуар. В данном случае это пояс, даже вот на такую сложную блузку. В этом образе также важно, что блузка, в данном случае белая, примерно равна по своим пропорциям юбки, длинея юбки. Но мы имеем снова открытый образ пиджак, не застегнут. И также кроссбэк. Кроссбэк это тоже очень хороший способ изменить пропорции в свою пользу. Давайте посмотрим на стритстайлеров. У этой девушки верхняя часть, то есть верхняя ее одежда, гораздо-гораздо более длинная относительно ее брюк, кожаных брюк в данном случае. Это смотрится красиво, на мой взгляд. Следующий образ, точнее два. Это образ с голубым пальто. И рядом идет девушка. На самом деле это мама и дочка в черном пальто. Посмотрите, насколько более красив, более богат образ цветной. Потому что в черном, в черном ансамбле вообще не видно игры длины, игры пропорций. Все сливается. Обратите внимание, что цветные образы. С ними гораздо проще обращаться, потому что можно использовать все правила. Правила не более трех цветов и правила игры длины, как в данном случае. Ну и также правила пропорций, как в данном случае. Но и здесь все тоже прекрасно. Укороченный верх относительно удлиненных леггинсов в данном случае. И прекрасная игра с длиной. Это пальто и шарф. Дорогие зрители, на стритстайлеров можно смотреть бесконечно. Но все-таки сегодня я на этом с вами прощаюсь. Желаю всем вот такого солнечного неба и теплых, относительно теплых температур. Ну и конечно же, предновогоднего, предпраздничного настроения. Дорогие модницы, скоро начнутся распродажи. Оставляем нашу холодную голову и полную готовность и ясность того, чем мы хотим пополнить наш гардероб. Стритстайл нам в помощь. Знания правил пропорции, правила сочетания цветов, а также игры длины. Ну и еще несколько правил можно обсудить. Обязательно это сделаю в ближайших выпусках. Нам всем в помощь. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Продолжение следует...